Все умирают. Процесс умирания. Все журналисты приходят и первым делом спрашивают, а вы не могли бы нам, пожалуйста, рассказать, о чем люди думают перед смертью? Все боятся. В хосписе проходил концерт, небольшой камерный концерт, когда в холл вывозят пациентов, и кто-то из музыкантов играет для них. Это совершенно не обязательно должны быть какие-то великие музыканты, лишь бы музыка была узнаваемая, лишь бы было приятно лежать и слушать. Потому что, конечно, большинство знает, скорее всего, это последняя музыка и последний концерт. На одном из таких концертов была семейная пара, уходил муж, очень преданная жена, стояла рядом, держала его за руку. Такая, знаете, нежная, очень ухоженная женщина, тоненькая, в розовой блузке, просвечивалось белье. Из таких женщин, которые совершенно не понимаешь, как они умудряются всегда оставаться такими женственными, даже в ситуации, когда в хосписе уходит твой любимый человек. Она держала его за руку весь концерт, и когда концерт закончился, они вместе поехали в палату, а я почему-то попросила ее заходить и, говорю, потом в кабинет просто пообщаться. Сказала и забыла. И, наверное, часа через полтора после этого она вдруг зашла, и я по ее виду сразу поняла, что муж не ушел. Не то чтобы она плакала в этот момент или как-то подавленной вошла, нет. Расслабленной. Она говорит, Саша умер. Я говорю, как умер? Вы же только что на концерте, как же так? Вы понимаете, мы заехали в палату, я села к нему на кровать, он протянул руку и хотел поднять ее, я взяла его за руку. У нас очень слабые пациенты, и для них поднять руку порой тоже целое дело. Я взяла его за руку, чтобы помочь ему, и он говорит, не надо, я сам. И положил руку мне вот сюда, на блузку, и стал расстегивать кофту, пуговицу. Потом рука так сползла вниз, он умер. Люди думают о тех, кого любят, о любимой женщине. Или думают о тех, кого любили когда-то и к кому предстоит вернуться. Такой важный персонаж в моей жизни, баба Маня, бабушка из деревни Никитина, куда я приезжала всю жизнь и приезжаю сейчас каждый год летом. Она умерла в 104 года. Умерла так, как в книжках пишут, знаете, у себя дома, в своей избе, со своей уже очень пожилой дочерью за ней, ухаживавшей. До конца оставалась в своем уме, и незадолго до смерти пришла. Она ходила от дома к дому в деревне, садилась на заваленки просто, чтобы отдохнуть. Иногда что-то говорила, особо уже, знаете, когда ей стало сильно за 90, никто же, в общем, не прислушивался, что там она несет, про колхоз, совхоз, война, революция. И вдруг я что-то затормаживаю около нее, потому что какое-то интересное что-то она говорит. Это Ярославская область, там говор такой специфический. И она говорит, Нюта, милой мой, ты подумай. Вот Алеша мой помер, мне 21 год был, я беременная, осталась. Он на войну ушел и помер. Я молодая была, у меня коса. А она сидит, знаете, валенки такие здоровущие, из них ноги тонкие торчат, такое платье потрепанное, ну, какое-то, не знаю, стандартное, деревенское, колхозное. Платок, волосы тонкие, как паутина белые выбиваются. Коса была, и у Леши мой, у меня мужчин больше не было. Нюта, ты как думаешь, я к нему попаду? Молодухой или вот с такой жопой обвисшей? Так что думают люди о своих близких, думают о том, чтобы их помнили. Совсем недавно в Москве в Центре палиативной помощи перевели молодого мальчишку, 16-летнего, из Центра Димы Рогачева. Потому что случается, что нельзя вылечить, но можно помочь. Он довольно быстро понял, что условия не такие, как в больнице, все можно, все понимают, что впереди, хотя откровенных разговоров с ним не было. Когда я ему сказала, Дим, что хочешь? Он говорит, что хочу, покурите пиво. Ну, покурить пиво, это, в общем, легко организовали, но дальше, в общем, все, конечно, не так весело все. Мама рядом в палате, мама плачет. С кем-то из врачей сложились более доверительные отношения. И накануне выходных он сказал, что ему очень нужно сделать одно дело важное. Ну, какое важное дело, надо купить цепочку и кулончик, сердечко. И вот несколько человек из Центра палиативной помощи, медики, они бегали по Москве в выходные дни и принесли ему на выбор в понедельник много разных кулончиков. Сердечко такое, знаете, со стрелой, сердечко одинарное, сердечко двойное, сердечко расколотое. Он выбрал сердечко. Когда он ушел, мама забрала это сердечко, она отдаст девочке, про которую он думал. А я думаю, что это девочка, которая, наверное, живя в такой глубокой глубинке, в бедности, в простоте, в таком крохотном городе, где среднестатистический мужик становится алкоголиком и умирает лет в 30-32, выйдет замуж, станет он у нее алкоголиком, умрет, она будет в лосиных таких леопердовых галошах, в семечке лозгать. У нее всю жизнь будет этот кулончик, она всю жизнь будет вспоминать фантастическую, романтическую историю, которой ни у одной бабы больше нет там. Она будет помнить этого Диму, а у нас все сотрудники будут помнить Диму, потому что если врач облегчает страдание больного, покупая ему кулончик с сердечком, то это какая-то невероятная медицинская помощь, палеотивная медицинская помощь называется, хосписная. Для того, чтобы у человека была возможность положить руку на грудь любимой женщине, купить кулон, для этого тоже нужны какие-то условия, чтобы он был самим собой, ему должно быть не больно, не страшно, не одиноко. Раньше это все было естественно, раньше люди готовились к уходу из жизни. Сейчас редко в каких семьях про это говорят, но иногда говорят. Мне повезло, у меня с обоими родителями все было проговорено, и мои оба родителя сумели остаться самими собой до конца. Мама, которая основала хоспис, ее вообще главная черта, она всегда заботилась о ком-то, она про себя говорила, я нянечка. И вот она, уходя, я стандартно, мы уже обе работали в хосписе, я вполне стандартно и для себя задавала ей вопросы, «Мам, ты пить хочешь?» «Не хочу пить». Это вот ее последние минуты жизни, все было очевидно очень, она быстро умерла. Я говорю, а что тебе, холодно, не холодно, больно, не больно? Я говорю, ну а что, ну должны же быть какие-то стандартные вещи, о чем люди думают перед смертью. Воды, кто подаст стакан воды? Она пить не хочет. И она говорит, волокордин папе накапай, это фантастическое, вот человек может остаться самим собой тогда, когда все уже сказано, тогда, когда все распоряжения даны. Я пошла на кухню, открыла дверь холодильника, у нас у многих, наверное, именно в холодильнике стоит волокордин, и мама, услышав вот этот специфический звон бутылочный от холодильника дверцы, последние слова, которые я от нее слышу, не там у раковины. А когда через несколько лет после этого умирал папа, папа человек очень скромный, с прекрасным чувством юмора и очень любивший музыку. Любивший музыку, я всю жизнь росла в этой музыке, в том числе в шнитке, которого я ненавижу с тех пор. Я читала его завещание, в завещании была написана последняя фраза, написана мной в состоянии трезвого ума и памяти под звуки классической музыки. И вот он умирал 4 дня, умирал в больнице, в конце он был уже практически без сознания, мы все были рядом, и очень моя любимая племянница, его внучка, желая, чтобы ему было хорошо, она говорила, дедуль, музыку будем слушать? Он закрывал глаза, будем, а что, сказать он уже не может. Она говорит, давай по алфавиту, чей Чайковский, пе Прокофьев, ре Рахманинов, ше Шнитке, с соседней койки мужик за ширмой, а папа ничего сказать не может, наше мужик говорит, Шуфутинский. Тут папа мой открывает глаза, так из последних сил говорит, не Шуфутинский. И я вот понимаю, что Лизка, племянница, которая осталась, ее воспоминание о смерти деда будет вот таким светлым, как у вас сейчас, со смехом, не Шуфутинский, не надо, лучше Шнитке. Как правильно? Бывает ли правильно? О чем правильно думать? Правильно точно совершенно не бывает, но очень хорошо, когда те, кто уходит, подумали о тех, кто остается. Это же мы с вами остаемся с чувством вины, это мы с вами остаемся. И самая страшная ссора, которая может произойти, это ссора, которая происходит на похоронах или на кладбище. Ссора, которая происходит из-за того, что люди не сказали, как надо, что кому, что делать, кого звать, кого не звать. Бабушка моя из того поколения, человек 11-го года рождения, всю жизнь между Вильнюсом и Москвой она ездила с чемоданчиком и говорила, это чемоданчик с моим похоронным. Этот чемоданчик стоял у нас за шкафом в комнате, когда она была в Москве. Самое большое мое желание в детстве было дождаться, когда бабушка уснет, так, чтобы я еще не спала, залезть в этот чемоданчик, потому что там что там, сокровище Флинта, ну что похоронная, которая ездит с ней всегда. Наконец я открыла этот чемоданчик тайком, там была одежда, очень скромно одевалась, а там лежал потрясающий сарафан, клетчатый, черно-белый, очень красивый. И мне так странно было, ну почему же она носит какую-то ерунду, а этот сарафан нет. И еще почему-то этот сарафан был разрезан сзади, прямо ножницами, разрезан полностью. Я когда в хосписе уже стала работать. Вот эта вот степень заботы о своих близких, она очень тяжелую жизнь прожила, и она понимала, что одеть умершего довольно трудно. И разрезала лучшее платье для своих детей. Конечно, для того, чтобы было правильно, для этого нужно время. Для этого мы с вами не должны бояться задавать вопросы, не должны бояться давать ответы. Потому что, если вас спрашивают кто-то, или кто-то вам говорит, слушай, будешь меня хранить, или если я умру, ответ, да ты что-то меня переживешь, ты еще простудишься на моих похоронах. Прекрасно, конечно, но все остались недовольны. Этот не сказал, чего хотел, вы не узнали, что нужно. Потом поссоритесь на похоронах, будете жалеть. И вот эта вот честная проговоренность, эта подготовка, это то, что дает вам возможность потом не испытывать чувство вины, и на самом деле это же дает вам возможность оставаться самими собой, и это же дает вам возможность вдруг неожиданно, честно говорить о своих желаниях. Здесь важно слово честно. Вы только тогда можете правильно расставить приоритеты и определить, что важно, когда вы знаете дедлайн. Это ведь совсем так. Если вы знаете, когда вы уезжаете, вы успеете сделать ровно то, что нужно, и не сделаете ерунду. Если вы знаете, когда экзамен, вы успеете хоть как-то подготовиться, а если не знаете, будет жутко страшно, потому что вообще не понимаешь, не понимаешь, чего сдавать. Если вы знаете свой диагноз и знаете, что у вас осталось три месяца или три года, то, скорее всего, вы очень правильно расставите приоритеты. А в хосписе, там, где медицина наконец соединяется с человеком, присоединяется к человеку, там, где все сделано так, чтобы было не больно, не страшно и не одиноко, в хосписе открывается неожиданная возможность в этой сумасшедшей жизни быть честным с собой, со своими близкими, честно сказать, чего тебе хочется, чего люди хотят перед смертью. Хотят селедки, хотят покурить. Недавно парень один с рассеянным склерозом, он женщину захотел. Ну, на самом деле, нет ничего невозможного для руководителя учреждения, если пациент хочет. Можно и женщину обеспечить. Прекрасная женщина не раз еще к нам придет, я уверена. Скромные желания и желания, с другой стороны, бывают такие совершенно, ну, такие трогательные, замотанные в ненужных мелочах. Потому что желание, которое было написано на бумажке, опущено в ящик в одном из московских хосписов совсем недавно, прикоснуться к цискоридзе. Ну, что вы смеетесь? Вы представляете, женщине молодой, умирающей, понимающей, что она уже нехорошо выглядит, что она желтая, бледная, у нее тут трубка, здесь трубка, тут течет, тут плохо пахнет. Она хочет прикоснуться к цискоридзе. А через два дня он к ней приходит вот с таким букетом роз. Сидит у нее около кровати, они беседуют. Она, на самом деле, довольно стабильная. Ну, недели две, на наш взгляд, у нее должно было еще быть впереди. Естественно, ее все фотографируют, естественно, она прихорашивается перед его приходом, естественно, она искупалась, а это трудно, тяжело болеющему человеку искупаться, это дело. Он ушел, а вечером она умерла. Неожиданно для всех. Потому что человек сам чувствует, когда он прожил, то, что он хотел прожить. И, наверное, будем умирать, узнаем, наверное, не умирает до тех пор, пока не проживет то, что должен прожить. Очень долго в первом московском хосписе жила женщина и было совершенно непонятно, ну, что это за фантастическое мучение, почему, как в ней держится жить, почему она не уходит. У нее сын жил в Грузии, какие-то проблемы с документами не позволяли ему приехать. Мы писали консулу туда, консулу сюда, привлекали каких-то там правозащитников. Ну, нет, и все, документы не в порядке, нельзя. Наверное, через несколько месяцев писем от волонтеров, сотрудников, мне было, ну, у меня нет больше сил терпеть, вот это как-то пытка. Единственное, что она хочет, это повидать сына. И я обратилась к Софико Шеварнадзе, та, в свою очередь, Министерство иностранных дел, через несколько дней все-таки сделали визу, и к ней приехал сын. И все в хосписе думали, что, наверное, вот, наверное, это ее последний день, она дождалась. Через день я пришла в расчете услышать, что она ухудшилась, мне говорят, хотите в палату зайти? Я говорю, ну, захожу, она сидит с сыном, ест сулгуни и пьет вино. Ну, она дождалась, он уехал в Грузию, она ушла после этого, и это тоже показательно, что она ушла одна, потому что, когда мы очень любим своих близких, мы их держим, мы их не отпускаем, и они это контролируют как-то. Очень многие думают, что надо дожить до Нового года, и пик смертей приходится на вот этот период, рождественский и новогодний. Очень многие хотят дождаться, когда внучка родит правнука, когда будет 50-летие со дня свадьбы. Мы контролировать можем значительно больше, чем кажется. И именно если все проговорено и честно, если все готовы, если все знают правду, то тогда, оказывается, мы можем контролировать свои простые желания, мы можем вдруг осмелеть. Осмелеть, ну, это тоже смешно, цискоридзе, это же смелое желание, если бы она была здорова, ей бы в голову не пришло такое сказать, понимаете? Если не больно, не страшно, не одиноко, все то, что культурологически всегда было с нами, было в этой стране, было в этой культуре. Если это получилось сделать, то тогда оказывается, что есть время, фантастическое, драгоценное время, его порой не надо много, бывает на это хватит минут, кому-то на это нужны дни, но это немного времени, в которое нужно сказать пять главных вещей друг другу. «Ты мне очень дорог, я тебя люблю, прости меня, я тебя прощаю, и я с тобой прощаюсь». Вот эти желания и возможность их осуществить, это те самые пять вещей. Они проговариваются вот так. «Налей папе волокордин», «Купите ей кулон», «Протянутый рукой к пуговице на груди любимой жены» это те самые пять вещей. Если все понятно и можно быть искренним, то можно, оказывается, осмелеть в нашей дурацкой, нелепой жизни, где мы переполнены условностями до того, что слепая, молодая, уходящая женщина говорит, «Знаете, я всю жизнь мечтала и никогда не могла осмелиться. Я хочу такой маникюр, чтобы каждый ноготь яркий и разноцветный. Можно? Она слепая». Ей сделали этот маникюр. Она лежала, положив руки на одеяло, и каждого входящего в палату, родственника или медсестру, она просила назвать какого цвета каждый ноготь, чтобы убедиться с каждым новым человеком, что у нее действительно каждый ноготь разного цвета. Это время и открытость, и помощь, которая убирает боль, то, чего мы больше всего боимся перед смертью. Боль, которая лишает нас возможности оставаться личностью, человеком, убивает возможность думать и не дает возможность долюбить близкого, доотдавать. Если мы это все убрали, то, пожалуйста, мы можем быть сами собой и мы можем захотеть чего угодно. Мы совершенно точно не думаем перед смертью о смерти. Мы думаем о жизни. Хоспис – это возможность от ужасных мыслей уйти. и если знать правду, тогда, когда мы с вами здоровы, если подготовиться и перестать бояться очевидного, того, что очевидно и наверняка произойдет с каждым, гораздо очевиднее, чем рождение детей, замужество, институт, развод, не знаю, все что угодно. тогда можно уже сейчас подумать, о чем вы хотите думать перед смертью. И тогда получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...